Как и все ты с рождения в цепях, с рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснёшься. Тереницы для разума. Вот это да! Вот это да! Вот это да! Вы находитесь на канале OnStallFighting Championship и прямо сейчас пройдут бои по правилам стойки, как мы называем их, или по правилам бокса, если вам так удобно. Дамы и господа, добро пожаловать в Красный Угол. Ростовская школа бокса никогда просто так не уступала своим уровням никому. Донской ураган, сметающий всё на своём пути. Добро пожаловать в ринг! Никита Кондрашов! Всех приветствую! Меня зовут Кондрашов Никита, представляю город Ростов-на-Дону, Академия Единоборства, Родин. На этот бой я готовился по всем правилам. К этому бою готов, заряжен. Сопернику пожелаю удачи, покажем красивый, зрелищный бой. На этом всё, спасибо! Стало глупо держать дом, часть стал покидать город Сибирь, плюс серия есть холд. Газ в пол, мне не нужен повод, чтобы заработать ещё миллион. Похуй чеки, какой длино, мои деньги длиннее любого. Один дух на все районы, настало слышно пиздец как громко. В темноте один с микрофоном, выхожу в свет в тысячи колонн. Газ в пол, мне не нужен повод, чтобы ещё напомнить, кто попадал... Боец, представляющий Кировакан, Ванадзор, Армения. Непоколебимый духом спортсмен. Добро пожаловать в синий угол. Карен Гукасян! Всех приветствую, всем, бара, здесь. Меня зовут Гукасян Карен, тоже ещё мой дневник в Орне. 21 год. Я представляю два города. Город Кировакан, Ванадзор, Армения и город Георгиевск. Подготовку к бою я проходил в бойцовском флубе Арцах под руководством Мусаряна Карена. От боя я ожидаю яркой рубки. Все пожелания сопернику после боя. От себя хочу добавить лишь одно. Слишком много пройдено, чтобы отцепить. Субтитры создавал DimaTorzok Лига «Онстайл» представляет бойца из красного угла. Его рост 180, вес 66. Он представляет Ростов-на-Дону. Добро пожаловать в красный угол. Никита Кондрашов! Его соперник. Боец из синего угла. Его рост 172, вес 66. Он представляет Кировакан, Ванадзор, Армения. Добро пожаловать! Карен Гукасян! Рефери в октагоне Николай Карагёзов. Бойцы, внимательно слушаем мои команды. Правила не нарушаем. Показываем красивый и честный бой. По углам. Ну все, поехали. Первый бой в стойке за сегодняшний ивент. Первый раунд. Первый раунд. Первый бой. Оба молодые, оба горячие. В хорошем смысле слова это горячие. Предыдущая горячность была такая себе. В прошлый раз как раз таки в корпус пропустил удар Никита. И как раз это было таким роковым. Обменялись ударами. Очень, очень легко двигаются бойцы. В корпус пропускает дважды он уже. Гукасян, Карен. Хороший футворкинг показывает в первом раунде. Ой-ой-ой. Хорошая серия. Хороший на сайдстепе боковой от Гукасяна. Пока пристреливаются, но Карен как будто бы уже вышел на третий раунд. Он прям хорошо прочувствовал сразу дистанцию. И вроде бы пока ведет бой. Ловит на движении сейчас Карен. Никита пока ищет ключ. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пропускает прямой удар. Рен ведет пока первый раунд. Очевидно. Больше акцентированных ударов, которые проходят прям в калитку. Выцеливает корпус Никиты Карен. Идет сближение. Как ни странно, я думал, что Никита будет все-таки работать на дистанции. Но эта дистанция вполне себе комфортна для Карена. И пока эффективнее работает на этой дистанции именно Карен. Антропометрия не дается раскрыться? Ну, плюс-минус они по антропометрии похожи. Но Никита все равно чуть-чуть как будто бы выше. Первый раунд, я думаю, что 100% по единогласному ходит. Да, Карену, он как будто бы, знаешь, вышел на третий раунд сразу. Потому что он как будто бы прочувствовал своего соперника и уже просто начал работать. В то время как Никита немножко работал неуверенно в сравнении с Кареном. Выглядит растерянно. Да. Но тем не менее, ты знаешь, бокс – это такая стихия, в котором буквально каждый удар может быть решающим. Даже если проигрывает боец. Лаки-панч никто не отменял. Очень интересно. Хороший футворкинг показывает Карен. Ты заметил, как он двигается легко на ногах? Как будто бы, я не знаю, на угольках. Буквально скочит. Я за ногами, почему-то за ногами следишь в первую очередь. Да, да, да. Даже не так удары привлекают, как танец, красивый танец. Да, хороший танец. Классно, классно. Так у нас второй раунд. Будем получать удовольствие от этого проединка. Первый раунд как будто проскочил. Да, буквально пролетел. Не забываем, что несмотря на то, что это бокс, работают они в шингалках, перчатках для ММА. И тут пропускать удар. Ой-ой-ой, хороший прямой. Обманкой правой показал. И задней левой рукой просто прямой в калитку. Работает передней правой рукой. Левша у нас Карен. Очень нелегко работать с левшой. Никита немножко поувереннее бы поработать. Я думаю, что у него дистанция вполне себе комфортная. Но по скорости быстрее. Прям видно, что быстрее Карен гораздо. Никита как будто тяжелее. Да, Никита как будто бы больше. Выглядит по крайней мере больше. Крупнее гораздо. Ну да, но Карен буквально танцует вокруг, контролирует. Вот видишь, когда идет на сближение, когда надо. Когда надо, разрывает дистанцию и работает. Ну, пока грамотнее, конечно, выглядит Карен в этом бою. Тем не менее, я думаю, что Никита должен реабилитироваться, если хочет выиграть этот поединок. Получается, порхает. Порхает как бабочка, да. Жалит как пчела. Еще раз напомню о том, что бойцы очень молодые. Никита 2004 года рождения. 19 лет, Никита. Бит-21 Карен. Да, очень молодые бойцы, на самом деле. В общем, и показывают такой яркий. За молодыми смотреть интереснее всегда. Да, не скажи, почему. За Зайрбеком наблюдать тоже одно удовольствие. Потому что это Зайрбек. Зайрбек просто, да. Он всегда молодой. Он всегда присутствует. Он всегда здесь. Человек, который провел 13 поединков, да. Вот так у нас заканчивается второй раунд. И во втором раунде так же легко, так же играючи провел бой Карен. Все еще ищет ключи подхода к Карену Никита. Но, как мы видим, сейчас... Тем интереснее, тем интереснее будет третий раунд. Никита будет, мне кажется... Да, очень интересно, что в группе пишут сейчас судьи. Ну да, ожидаемо. Ожидаемо. Я думаю, что и зрители наши вполне понимают, кому отдают эти два раунда, которые мы смогли. Я скажу одно. В боксе кормят ноги. Смотря на то, что это... Порт именно на руках, кормят ноги. Боксеры кормят ноги. Как мы видим, сейчас хорошо на ногах передвигается Карен. Поэтому, собственно, он и ведет этот поединок. Смотрим, что покажет третий раунд. Это бокс, поэтому можно ожидать все. Абсолютно все. Третий завершающий раунд начался. Очень легко работает. Очень легко двигается Карен. Чувствует дистанцию. Ой-ой-ой. Не увидел, куда попал удар от Никиты, но вложился хорошо. Ой-ой-ой. Почувствовал кровь Карен. Заруба была юта. Да, да, да. В корпус проверяет. Ой-ой-ой-ой. Вот это заруба. Сокращает дистанцию и прерывает свою просто мощнейшую комбинацию. Карен, да, просто аплодисменты. Молниеносные удары. В какой-то момент он просто зажал и начал избивать своего оппонента. Никита стоит, как будто ничего не произошло. Удивительная стойкость. Причем он же прям в городу пропускает. Да, 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 он пропускает хорошо, но и держит, обрати внимание, удары. Огол подсказывает активнее, чем Никита, он выдохся. Ну, видно, что Карен гораздо быстрее своего оппонента. Это невооруженным взглядом видно. Работает очень аккуратно. Знает, что делает. И в моменте взрывается очень хорошо. Эти моменты пока еще не прочувствовал Никита. Прям видит его каждый буквально удар Карен. Поэтому, собственно, мы видим то, что мы видим. Так удивительно, да, вот на таком расстоянии сидеть. Хороший еще один попадает сейчас Карен. Слышит, да, каждое буквально дыхание бойца. Ой-ой-ой. На уклончике еще раз задевает. Задевает. Попадает Карен. Задевает. Элементы футборкинга. Поздравляем. Поздравляем Карен. Это уверенная победа. Я уверен, что и судьи отдадут единогласным решениям Карену. Ну, молодец же, Никита. Да, да, но Никита выдержал этот шквал ударов. Бойцы на середину. Бойцы на середину. В этом бою победу одержал боец из синего угла Карен Гукасян. Карен. 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 Карен, ты даешь первое слово своему сопернику? Брат, ну что тебе сказать? Ты бой посмотришь, там все увидишь, а пока что есть возможность сказать слова благодарности всем тем, кто за тебя болел и переживал. Пожалуйста. Спасибо большое. В первую очередь спасибо OwnStyle за то, что предоставляет возможность биться. Хочу сказать спасибо всем друзьям, которые меня поддерживают. Также огромная благодарность моему бойцовскому клубу R1. Тренеру по боксу Арману Горцляну, нашему менеджеру Рустаму Сановарову. И на этом все. Спасибо большое. Спасибо большое. Ждем твоего возвращения в этот октагон. Ник. Ник. Спасибо тебе. Бой всегда двое делал. Давай, братьюшу, аплодисменты. Всем добрый вечер. Сначала я хочу сказать слава Богу за все, за то, что мы здесь. Хочу поблагодарить организацию. Добрый вечер миром. Я не зря в этой футболке. На канун 2 августа. День воздушно-десантных войск. Я хочу эту победу посвятить своему другу. Это мой друг по боксу. Мой Саша Рыбец. Кавалер ордена мужества посмертно. Нуралиев Тимур Люмирович. Достойный сын своего народа. Я хочу посвятить эту победу ему и всем тем пацанам, которые наш свободный сон охранят. Нуралиев Тимур Люмирович. Я хочу поблагодарить свой угол. Мой брат родной Арэн. Арман Женя, Арман братья. Спасибо всем. Арайк. Оксерскому клубу Арцах. Станица Лысогорская. Родителям с вами хочу поблагодарить. Мам, пап, я вас безумно люблю. Простите за каждый нерв, который я вам причиняю. Я вас люблю, для вас это все делаю. И организация у меня просьба к вам. Сделайте, пожалуйста, в запрещенной сети, которая в России сейчас. Таблицу. Список. Вот лига. Секунду. Не торопись, куда ты торопишься. Рейтинг бойцов. Рейтинг бойцов. Нас есть. Опубликуйте, пожалуйста, чтобы мы понимали, кого вызывать. Это мой дебют. Спасибо всем Абрайдерсу. Спасибо всем. Молодой ученик небезызвестного тренера Артема Баранова. Узнав о вакантном месте на турнире, легко принял бой на двухнедельном уведомлении. Добро пожаловать в «Красный угол» Эдгар Эларян. Всех приветствую. Меня зовут Эдгар Эларян. Я из города Аксай, Ростовская область. Мне 17 лет. Занимаюсь боксом уже 9 лет. Это мой второй бой уже в этой организации. Хочу показать хороший и красивый бой. Подготовка прошла очень хорошо. Я заряжен. Завтра покажем хороший бой. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю сук, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев. Похуй, кто у них босс и с кем они по долям. Тут надо решать вопросы, не вся эта болтовня. На белом двелом покрывали января. Эй! Тут те, кто со мною рос, те, кто со мной с нуля. Тут те, кто раляют так же, не встать без нашей дыря. На белом двелом покрывали января. Его соперник. Голодный до побед. Возвращение в октагон. Его ждали абсолютно все. Добро пожаловать! Имам Гасанов! Всех приветствую. Меня зовут Имам. Скиллинжика, 24 года. Я занимаюсь ММА. На протяжении 5 лет занимался. До этого вообще базовый борец. Но все бои проигрывал борьбой. Любитель зарубиться. Поэтому я сегодня приехал поучаствовать именно по боксу. Подготовку проходил в Гельнжике. У нас открыли очень хорошую площадку. Где есть октагон, ринг, маты. Там есть тренер по боксу. На протяжении нескольких месяцев тренировался у него. Но от этого боя ожидаю красивого яркого финиша. Ну и конечно же взлетим. Поехали! 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 Это Аксай. Добро пожаловать! Эдгар Элариан! Поехали! Поехали! Вонь из синего угла представляющий город Геленджик. Его рост 178, вес 77. Добро пожаловать в октагон лиги Овен Стайл! Имам Гасанов! Рефери в октагоне Карагедзов Николай. Бойцы, на середину. Бойцы, внимательно слушаем мои команды. Правила не нарушаем. Показываем красивый, честный бой. Далее по рукам. Да, такой, знаешь, есть во взгляде у обоих такой голодный рык, так скажем. А мне не видно взгляда. Лориан уже провел поединок в нашем октагоне. А для Имама это дебют. Посмотрим, что покажут бойцы. Итак, первый раунд. Пока сильно пристреливаются. Это рефлекторно произошло. Все-таки Имам это боец Имама. Я думаю, что это у него просто вылетело из-за того, что он отрабатывает, наверное, это. Хороший обмен для Имама. Вот это был удар. Имам, если ты смотришь этот бой, вот это было просто по-колхозному. Больше такие удары не бей. Ну, ты знаешь, вообще, будучи бойцом ММА, очень трудно сдерживать себя. Это мы видели и у Зайрбека сегодня, да, когда он прям буквально было видно, что он себя останавливает в последний момент, чтобы не завершать поединок не по правилам, так скажем, чего не смог сделать Иса, да, в противостоянии с Рафиком. Еще один боковой попадает Имам. Да, на дистанцию найти. Ой-ой-ой, хороший обмен. Выходит на обмене хорошо боковым Илариан Эдгар. Все-таки Эдгар, он больше боксер, чем Имам. Но, если не считать, то это колхозник, который закинул Имам, тоже очень хорошо держится. Апперкот. Это он послушал свой угол. Да. Я думаю, что сейчас будет завершение первого раунда. Ой-ой-ой! Попадает Илариан! Подловил! Просто! Уронил, отчет идет. Отсчитали, улыбается под конец раунда. Хороший нокдаун. Хороший нокдаун от Илариана. Катрик. Поехали! Поехали! Так, второй раунд. Первый раунд, конечно же, отходит Илариану Эдгару. Имам не унывает. Да, Имам такой с улыбкой встретил этот нокдаун. Да, 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 да. Каленый поедет. Каленый поедет. Рассказывает Эдгару, чтобы он не велся на провокации, на такую, некую провокацию от Имама. Нет, говорит, я не почувствовал. Ой-ой-ой. Такие мощные удары пролетают мимо. Я думаю, что если такие крюки попадут, они... Один. Вот этот бой, один из ярких претендентов на лаки-панчи, досрочное завершение. Все может быть. Ой-ой-ой. Правый прямой. Хороший от Эдгара. Еще один правый залетает. Немножко, как будто бы газ пропал, да? Ой-ой-ой. Еще один правый от Эдгара. Вот это бокс. Мне кажется... Вот это бокс. Да пофиг, в чем не кажется. Но бой... Ой-ой-ой. На выходе Имам поймал сейчас. Будет ли заруба? Будет ли заруба? Будет, однозначно. Видно же, как Имам злится. Да, да. Ему бы разозлиться, потому что... Кто-то с рукой у Имама. Второй раунд заканчивается. Расслабь руку. Расслабь. Продолжение следует... 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 Во-вторых, я не знаю, драться мне — это обращение к вам, они услышат. Я вот тренировался, приехал, подрался. Эта речь была, когда я выиграл бы, но я проиграл. Где мой гонорар, я сказал бы, но я проиграл. Так что... Я дам тебе бонус. Бонус. Все смотрите. Просто надо попросить, и вам все организовать. Что интересно сказать еще могу? В первую очередь я хочу спасибо сказать саму себе. Потому что, клянусь, я себя заставляю... Нет, ну серьезно, а кому мне сказать? Много кому есть, но в первую очередь, в первую очередь себе я себя заставляю вставать, идти тренироваться, идти работать для чего? Для своей семьи. Для своей семьи. У меня мать, жена, двое детей. Я каждую ночь работаю. Иду тренируюсь, опять работаю. Я вас вижу трезвых. Через неделю я вас увижу пьяных. Там, на моей работе. Всем спасибо. Красава. Спасибо, парни. Спасибо. Надеемся увидеть вас снова в октагоне. Представитель Аксайской школы юность. Зрелищный и харизматичный тренер, мотивирующий своих молодых учеников ярким примером спортсмена. И вновь добро пожаловать в Красный Угол Артем Коуч Баранов. Всех приветствую. Меня зовут Баранов Артем. Мне 26 лет. Занимаюсь боксом. Я из города Аксайя, Ростовская область. Приехал сюда уже не первый раз. Хочу провести хороший, яркий бой. Показать красивый бокс. Соперникам желаю удачи. Самое главное – это бедра. Показать красивый бокс. Те, кто рады. По этой жизни не винает быть старким. Время показа в воду людей, словно магия. Каждый мой друг, словно разверенный манки. Моя семья, для меня родная мафия. Мафия, мафия, родная мафия. Его соперник уверенно выступал во втором сезоне Лиги Оуэн Стайл и вновь решил вернуться, чтобы доказать себе, что он способен доставить проблемы абсолютно любому сопернику. С возвращением в октагон представитель города Новороссийск Тимур Таганчиев. Всех приветствую. Меня зовут Таганчиев Тимур из города Новороссийска. Готовился к бою. Для меня этот бой очень важен, так как после декабря у меня был длительный перерыв. Желаю своему сопернику хорошей конкурентной рубки. Желаю сопернику и жду от этого боя того же. Счастье кажется нам гигантским, оглушительным и сверкающим, как салют. Встретиться с ним, велики ли шансы? Вот вырасту, вот перееду, вот накоплю. Счастье махина, взобраться попробуй. Издали видно, но сколько туда грести? А если все не так, вдруг оно меньше микроба? Такое, что можно не заметить и пропустить. Взбивающие пыль, первые дожди. Запах молодых почек в смоле. Утром прилетать, не предупредив. Дома пару лет никто не болел. В маленьком жилище большой ремонт. Сочинять обои вдвоем весь день. Запросто уметь прочитать письмо. Пить и не задумываться о воде. Ночью стоять у окна, во весь свой рост. Просто в своих четырех иметь окно. Кем-то поставленный в городе блокпост. Видеть в учебниках только или в кино. Счастье птицы и нового полета. На атмосферу выше. Лига Ован Стайл представляет бойца из красного угла. Его рост 180, вес 75. Он представляет Аксай. Добро пожаловать в октагон. Артем Коуч Баранов. Его соперник из синего угла. Он представляет город-герой Новороссийск. Добро пожаловать в октагон. Тимур Таганчиев. Рефери в октагоне. Карагезов Николай. Бойцы, внимательно слушаем команды. Правила не нарушаем. Показываем красивый, честный бой. Пау. Так, первый раунд. Тимур против Артема. Коуч. Идет пристрелка. Очень хорошо. Опять. Тем работает очень аккуратно. Тема делает замечание, где руки. Корпус пробивает именно. Это делается для того, чтобы опустил руки. Тимур. Тимур. Да. Пробивает в корпус. Замечаешь? Он бьет именно в корпус. Метится в корпус. Коуч. Чтобы сбить дыхалку. Мне нравится, какие делают замечания Артема у его угла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хороший удар. Руки, руки, руки. Хорошая двойка, между прочим, заходит от Тимура. Пропустил в корпус. Выдержал удар. И ответил. Огрызнулся. Артем спокоен. Да. Артем непоколебим. Очень методично. Красиво. Удары мощнейшие. Да. Причем возле нас сейчас это происходит. Я прям слышу удары. Выцеливают удар. Видно, Артем прям выцеливает его. И нужно передней рукой работать. Ой-ой-ой, боковой. Дает такое пространство для Тимура. Именно в корпус бьет, замечаешь? Трудно не заметить. Да такой удар. Почему он только работает? Чтобы дыхание сбилось? Тимур стоит. Тимур стоит. Все, брат, лучше держи. Хорошо. Держи все равно. Хорош, попал. Попадает, попадает Артем. Попадает Артем. Заряжается в каждый удар. Вкладывается. Видно. Тут за явным преимуществом. Что тут скажешь? Артем забирает этот раунд. И видно было, что он в каждый удар прям хорошо вкладывается. Но, опять же, он сначала выцеливает этот удар. Он выцеливает, выцеливает. И выцеливает он удар именно в корпус. Он акцентируется на корпусе. Он хочет именно, чтобы руки опустил Тимур. Ну, и когда он его зажимает, он наносит очень много ударов. И все они попадают в цель. Пока Тимур выдерживает эти удары. Посмотрим, что будет во втором раунде. Смотрим, что будет в следующем, во втором раунде. Обратите внимание, за октагоном следите за своим коучем. Его ученик буквально только что провел поединок. И сам волнуется очень за своего тренера. Я представляю. Кто тренирует тренера сейчас? Да, да, да. Итак, второй раунд. Спокойно работает. Бэкфист. Бэкфист. Интересно. Пролетел прям близко. Рассечение у коуча. Локтем задел, да, рассек. Сразу было видно. Очень большое рассечение. Я думаю, что... Нервничает очень. Он не хочет, видимо, чтобы из-за этого рассечения останавливали бой. Я думаю, навряд ли остановят. Потому что он ведет этот поединок. Будет очень обидно, если... За этой сечки. Это как раз-таки тот самый бэкфист был. В повторе, я думаю, что покажут. Да, бэкфист, который попал, получается, локтем. Так... Так... Чиркнул. Можно сказать, порезал его. Посмотрим, что скажет врач. Даст ли он продолжить поединок. Тем не менее, я уверен, что это... Это такая оплошность. Не специальный такой удар был. Не было такой цели. Но я думаю, что... Тимур сам был бы рад нанести удар в цель. Так как он его задумывал. Но получилось так, как получилось. Посмотрим, что скажет врач. Пока вот обрабатывают перекисью. Бой продолжается. Аплодисменты. Замазали рану. Продолжится бой. Второй раунд. Просто ручки надо держать и все брать. Это бой, дорогие друзья. Несмотря на то, что вы можете преобладать в навыках. Быть лучше, чем свой оппонент. Но удар еще. Да, удар никто не отменяет. Сейчас Артем как раз таки поддается своим эмоциям. Заметно. Еще один бэкфист. И просто три удара в корпус залетают. Тимуру на этот бэкфист. Тимур молодец. Как он выдерживает эти удары. Все руки не отменяет. Ну, видно было, что он очень настроенно вышел на поединок. Тоже не хочет просто отдавать. Опять корпус. Удар пропускает, опускает ручки сейчас, воспользуется, может. Ой-ой-ой, какой размен. Тимур таким вторым номером работает. Ждет работы. Выдерживает этот шквал ударов. И отвечает, огрызается. Ой-ой-ой, не надо удар. Какая ошибка была. Наклоняться не нужно. Наклоняться не нужно Тимуру. Хороший уклончик. Это чуть бы не стало роковой ошибкой. Да. Чуть-чуть. Коуч может поймать на этой ошибке. Ой-ой-ой, какой удар пропускает сейчас Тимуру. Ну, вообще, как будто бы, смотри, он еще начинает огрызаться. Второй раунд. Второй раунд заканчивается. Да, явно хотел раньше закончить Артем. Видно это по его реакции в окончании второго раунда. Да, да, коуч. Артем, иногда поединки идут не по плану. Самое главное, выдерживать хладнокровие. Оно у тебя есть. А Тимур? Тимур просто титаник, который выдерживает абсолютно все айсберги, которые ты на него накидываешь. И вообще, респект. Очень стойкий, очень настроенный. Поразительно, поразительно. Такие акцентированные удары в корпус выдержать. Ты знаешь, я пропускал в корпус. Я пропускал в корпус. Это жуткое ощущение. Просто отнимается сразу все. И желание продолжать что-либо делать тоже. Поэтому выстоять это прям вообще респект. Интересно посмотреть третий раунд. Если возьмет свои эмоции в руки Артем, я думаю, что он все-таки сможет сделать то, что он хочет. А видно, что он хочет закончить досрочно. А Тимур? Тимур может лаки-панчем тоже поставить точку на этом бое. Это будет, наверное, просто фурор. Я не знаю, что будет. Показывает удар, который хочет нанести Тимур. Очень акцентированно. Один из самых зрелищных боев сегодня. Интересно. Смотри, как будто не попал. Вот он ведет себя так, как будто не попали по нему вообще. Тимур очень стойкий парень. Вообще. Просто доминирование сейчас от коуча. Связывает руки Тимур. Сколько ударов он выдержал. Аперкоты. Глухой в защиту уходит Тимур. Кремень, а не мужчина. Да. Не, Артем вообще мое почтение. Сколько ударов пропустил, я не знаю. Очень много Тимура. И стоит, стоит, видно, что корпус подсдает, нагинается. Корпус у него от ударов. Я не знаю, я насчитал больше 20 ударов в корпус. 22. И он их продолжает, да. Ребята, это нечто, это нечто. Все-таки сажает. И встает, Тимур, смотри. Встал. Продолжает поединок Тимур. Просто респект. Все. Ну ты с таких людей бы гвозди делать, да? Да, вообще. Камень. Тимур выдержал этот поединок, довел до решения судьи. И вообще просто респект. Я думал, что Артем закончит раньше. Продолжает. 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 В этом бою победу одержал боец из красного угла Артем Коуч Баранов! В чем, дорогой, поздравляю тебя, поздравляю твою команду, очень много представителей твоей команды здесь, представителей школы юность, все, что хочется сказать, брат, камеры твои, время эфирное твое, газ! Я заберу его, это эфирное время. Что я могу сказать, 2-0, ждем третий, дай бог. Что я хочу сказать, я хочу сказать большое спасибо вот этим людям, которые здесь собрались. Я искренне всех люблю, я очень сильно рад, что вы приехали поддержать меня. Кто-то, дядька, вот мой, он с Крыма, с отдыха вырвался, чтобы поддержать, просекундировать. Всем огромное спасибо. Спасибо ребятам с Эксай, кто поддерживает. А так, мне очень нравится ваша лига. Вы дали нам хороший, да, очень хороший старт. Я чувствую себя здесь, как дома. Ты дома? Вы всегда встречаете, поэтому мы и газ дальше с вами. Я могу официально сказать, Артем, вы в команде «Онстайл». Надеюсь, что в дальнейшем будете представлять «Онстайл» на других просторах, других лигах. Будем биться. Осички-то я не знаю, мне здесь как не приедут. Тимур, дорогой, честно сказать, ты удивил в этом бою. Честно сказать, с возвращением тебя в октагон. Ты очень достойно бился. Не только я тебе скажу об этом. Ты красава, ты действительно красава. Может быть, чуть больше подготовки и все возможно. Слово тебе, пожалуйста. Всем спасибо. Я в строю, я вернулся. Спасибо всем. Хочу сказать спасибо организации, всем участникам этой команды, ребятам, которые поддерживали меня в углу сегодня. Всем зрителям спасибо, что пришли. Спасибо. Поздравляем. Спасибо, парни. Достойный бой. Спасибо еще раз вам. Бой по правилам стойки, как мы говорим, или по правилам бокса, как любите говорить вы. Идущий без единого поражения боец. Его удары летят, как истребитель, вооруженный снарядами. Большинство соперников отказываются выходить с ним на бой, ведь он настоящий ужас в клетке. Встречаем в октагоне Дмитрий Рассветовский-Литвинов. Всех приветствую. Меня зовут Литвинов Дмитрий Николаевич. Вы уже знаете меня. Не ранее встречались. Что сказать по бою? Готовился, тренировался, подходил с умом. Правда, очень много сменилось соперников. К разному, по-разному готовился. За четыре дня мне сделали замену. Просто буду выходить, делать свою работу классическую и все. С Богом. Раз Бог выиграю, одолею, все будет хорошо. Я, как яблоки на снегу. Лежал, пока меня штопал хирург. Но, к сожалению, тело не текстиль. Мне бы пришили жизнь, да плюшка по стилю. Лезвием височки ровные. Грязило песочки волны. А на руках билеты в холод. Вов-брата едут, словно брозер с вольным. Продукт брутально весомый. Как от дедушки Мороза ждут, что принесем мы. И выделение по делам особо. Пока мы на свободе, дела не особо. Мы с братиком бандиты с головы до ног. Органы у дверей белого водосток. Его соперник опытный профессионал, за плечами которого профбай. Многие верят, что именно он сумеет сбить тот самый истребитель и остановить победную серию оппонента. Встречаем в октагоне представитель Урусмартана Али Магоматов. Я Али Магоматов из Чеченской республики, из города Усмартана. Мне 24 года. Я выхожу на этот бой на коротком уведомлении. Уверен в себе, как всегда. Покажем хороший, зрелищный бой. Субтитры сделал DimaTorzok Лига Оуэн Стайл представляет бойца из красного угла. Его рост 182, вес 77. Он представляет братский город Анапа. Добро пожаловать в октагон. Дмитрий Рассветовский-Литвинов! Его соперник боец из синего угла. Его рост 184, вес 75. Он представляет славный город Урусмартан. Добро пожаловать! Али Магоматов! Рефери в октагоне. Карагезов Николай. Бойцы, внимательно слушаем мои команды. Правила не нарушаем. Показываем красивый, честный бой. По углам. Да, рвутся друг к другу бойцы. Мы видим. Что будет? Первый джек у Димы. Что будет? Да, есть ответочка от Али. Ой-ой-ой, какой правый хороший от Али. Капа, капа вылетает. Капа вылетает у Димы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Слушай, ну? Просто. Ну? Ой-ой-ой, вот это да. Вот это да. Вот это вот бой. Я знал, что будет такой поединок. Просто удовольствие. Просто бесконечная заруба. Ой-ой-ой, не нужно этого делать, Али. Достал дважды. Заблокировал руки Диме. Очень тяжелые удары. Печень. Печень пропускает Али. Вот это да. Мы видим Рафика. Встает Али Магоматов. Встает, встает, встает. Просто заруба, я не знаю, что говорить. Ой-ой-ой. Это что такое вообще? Что мы смотрим? Ребята, такое ты увидишь никогда вообще. Я не знаю, закончится второй раунд или нет. Просто это какое-то безумие. Это что такое вообще? Это что творится у нас в октагоне, друзья? Просто сумасшедший раунд. Али Магоматов. Это супер бой. Нам, и господа, поаплодируем спортсменам. Жестнейший удар. И стал. Дима доказывает, что у него сокрушительный удар. Но мы видим, что Али Магоматов не собирается завершать бой в первом раунде. Очень сильно. Очень интересное противостояние. Очень. Посмотри на то, кем ты стал, брат. Дима доказывает, что Али Магоматов не собирается завершать бой в первом раунде. Али Магоматов. Али Магом st. Очень сильно Дима поддается на провокации Ему лукол кричит Не заряжайся, не заряжайся Ой-ой-ой Я видел это во сне Да такое даже во сне не увидишь А Леха считать удары еще должен Не моргайте там Итак, второй раунд Второй раунд Где, где? Сзади уже нас Второй раунд в этом сумасшедшем противостоянии Поймал, поймал его Кто кого? Дима поймал Дима поймал его Корпус пробивает Дима прямо акцентированно Ой-ой-ой Какие удары в корпус от Димы Идет размен Идет размен Бешеный поединок Просто бешеный, друзья Наслаждаемся этим боем Дима пытается продавить Но не получается Вы видите, вы видите, что происходит в октагоне Я не знаю, как это комментировать, друзья Я не знаю, как это комментировать Просто Сумасшедший Встанет Магоматов Встанет Магоматов Встает на ноги Встает на ноги Друзья, он встает на ноги после этого удара Есть Побеждает Дима нокаутом Сумасшедший бой Побеждает Дима нокаутом Друзья Ловит Али Магоматова в этом поединке Дима нокаутом НадяPrima Дима нокаутом Отвар aus Магоматов Сумасшедший бой Я нокаутом Дима нокаутом Рай Бойцы на середину! Бойцы на середину! В этом бою победу техническим нокаутом одержал боец из красного угла Дмитрий по прозвищу Рассветовский Литвинов! Самый лучший бой, пацаны, сделали на улице! Барев Харгелис, поздравляю тебя, мой дорогой! Как всегда, яркий, красочный бой! Брат, микрофон твой, камеры твои, эти люди тоже твои! Всем здравствуйте! Барев Дзес! Роберт, ты говорил, я не приехал, а я приехал, Роберт! Что я хочу сказать. Сегодня очень много родных и близких людей мне приехало. Дайте эту бешеную поддержку. Я вас слышал, я вас всех целую, обнимаю. Я вас очень сильно люблю просто, знаете это. Самое главное, знаете, это слава Иисусу Христу, слава Богу! Я всегда с ним, я никогда не один. Я из города Анапы. У нас там закон такой, он один. Когда лев голоден, он есть. Я очень голодный. Пока мои родные и близкие люди мне не будут в полном шикардосе, так скажем, ничему, не будут нуждаться ни в чем, я тогда не остановлюсь. Это только начало. Спасибо. Спасибо организации. И самое главное, Роберт, когда я уже буду в главном бою за пояс, 77 кг, мне кажется, я заслужил. Пусть люди скажут это. Рассвет сила! У меня все, спасибо. А, Иисей моему сопернику спасибо. На самом деле, это мой самый сложный бой. Брат, тебе спасибо. Он вышел за 4 дня. Он вышел за 4 дня, спас мой бой. Поэтому сегодня я здесь и показываю вам себя. Спасибо тебе, брат. Тебе успехов. И твоей команде. У меня все, спасибо. Спасибо. Али, слово тебе, брат. Бой потом пересмотришь, поработаешь над ошибками, а сейчас твое время. Скажи, что хочется сказать. Добрый вечер всем. Приветствую всех. Новороссийск. Я рад быть здесь, выступать. Спасибо организации за предоставленную возможность в лице Роберта. Я благодарен. Что можно сказать по бою? Я ни в коем случае не принижаю заслуги моего соперника. Этот парень уважительен всегда и ко всем. Это очень радует. Поскольку в наше время не много таких людей, которые уважают чужую работу. Мы с ним обываримся в одном котле. Работаем. Трудимся. Все спортсмены меня поймут. Он проявил уважение. Спасибо ему за это. По бою. Как сказал мой соперник, я принял этот бой на коротком уведомлении. Моя команда знает. Все, кто меня знают дома, тоже в курсе, что у меня была травма. Я не выступал целых три года. И вот я решил вновь возобновить себя, так скажем. Но не получилось. Это вообще не мой вес. Это на два веса выше, чем тот вес, в котором я выступаю. Роберт, вопрос к тебе. 66, 71. ММА, кулачка. ММА, кулачка, 72. Если ММА, рассмотрим. И какая дисциплина больше подходит? Бокс. Бокс, 72. Есть 72, есть 66. Хорошо, договоримся на 72. Выбор за тобой. Новороссийск, вам понравился бой? От себя лично скажу. Али, ты дал такой конкурирующий бой. Я надеюсь, не только мне понравилось, но и зрителям. Поаплодируйте, пожалуйста. Я хочу тебя видеть в лиге. Мы свяжемся, обговорим представителями команды. Хорошо. Восстанавливайся. На следующем ивенте я буду рад тебя видеть. Спасибо, Роберт. Пару слов благодарности можно? Нужно. Я благодарен своей команде за все, что они для меня делают. Еще один Денис сидит здесь где-нибудь. Аслан, наш наставник, работает с нами с самого начала. И всей чеченской команде в лице Магомеда Шатаева и всех спортсменов. Сегодня день рождения моего брата и сестры. Я хотел бы поздравить их после победы, но на все волю Всевышнего. Поздравляю их после проигрыша. С днем рождения. Спасибо, Роберт. Спасибо большое. Спасибо большое всем друзьям и партнерам, которые принимают участие в данном мероприятии. Ну а теперь. Ваш любимчик. Кровожадный танк. Каждый его бой кровавый, зрелищный и непредсказуемый. Он завоевал приз спонсора лиги кулачных боев хардкор. Но родным октагоном считает октагон лиги Оуэнс Стайл. Добро пожаловать из Ставрополя Денис Сол Соловьев. Всем привет. Меня зовут Денис Соловьев. Я приехал из города Ставрополя. Тренируюсь в клубе Ринг 26 под руководством своего друга и тренера Федина Дмитрия. Приехал на этот бой. Позвали. Обстановка очень все нравится. Подготовка тоже была достойная. Приезжали ребята с разных клубов, с разных организаций. О сопернике не знаю ничего. Знаю, что высокие. Как и всегда в моем весе бывает. Выйдем, подвигаемся, поработаем, подеремся. И, как говорил Фредди Меркури, шоу должно продолжаться. Прощадом. Восстану ванили пных вод, и не зор Armenia. Оп 그러�ая, как в обратном científicо не заключается. Подш decide, как мы свое собственноеüf囲ное يعektное состояние передаватьzić prohibitiveгля parle. О fandom, чтобы не краевшую цвет сделка появится. И к Ohh Ok, россияpl Excuse my слу 어�оруга, Прощадаем процент economically. Проект меня уже одну из заблог�евого сез違ки. Пог Daniel на каждой кровотоке. От собираем, apprentice всей siento хоровые взд infrastructure. Его соперник – еще один яркий представитель ростовской школы бокса. Представляющий клуб «Р1». Молодой проспект, которому пророчат большое будущее. Его удары будто выстрелы из-за автомата Калашникова. Добро пожаловать в синий угол «Артак», «Блэк АК», «Хачатрян». Здравствуйте. Меня зовут Хачатрян «Артак». Я из города Ростова-на-Дону. Я представляю клуб «Р1». Тренируюсь под руководством Армана Гарсляна. Подготовка прошла успешно. Весогонка прошла тоже успешно. Подготовку подходили специально под соперника, просматривали его бои. Смотрели, изучали слабые и сильные стороны. Говорить много не буду. Все увидите в бою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Лига «Овенстайл» представляет бойца из красного угла. Его рост 173, вес 73. Он представляет славный город Ставрополь. Добро пожаловать! Денис по прозвищу Сол Соловьев! Его соперник боец из синего угла. Рост 190, вес 73. Он представляет Ростов-на-Дону. Добро пожаловать в октагон. Артак, Блэк, А.К. Хачатрян! Рефери в октагоне. Карагезов Николай. Бойцы, на середину. Бойцы, внимательно слушаем команды. Правила не нарушаем. Показываем честный бой по углам. Итак, у нас начинается поединок между Денисом, Солом, Соловьевым и Хачатряном Артаком. Посмотрим, что покажут нам эти ребята сегодня наш вечер. Денис, всегда Денис. Да, Денис сокращает дистанцию, буквально врывается в бой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какие тяжелые удары у Дениса. Пока Артак пытается разорвать дистанцию. Он просто не дает пристреляться Артаку. Ему нужно разрывать дистанцию. Я так понимаю, что он сам хочет эту тактику. Но физически видно, что Денис сильнее гораздо. На отходе пока так касательно попадает. Ты видел, он даже придержал рукой. Да, попытался. Да, придержал рукой тогда. Ну, видно, что рычаги длиннее. Опа, хороший нырок. Хороший нырок. Денис не дает ему никакого тактического преимущества. Ой-ой-ой, хороший удар в корпус попадает. Опущены руки у Артака. Это очень плохо. Вызывает его на рубку, смотри. Для Дениса это... Как красная тряпка. Да, как красная тряпка. Он с радостью пойдет на это. Опять сечка у Дениса. Обрати внимание. Корпус пробивает Артак. Очень сильно поддаются на эмоции люди. Ты заметил? Не первый раз уже ошибка вот эта допускается. Первый раунд проходит. Первый раунд прошел, друзья. Конечно, инициатива была полностью за Денисом. Он сокращал дистанцию. В то время как Артак наоборот пытался его разорвать. Вызывал его на такую зарубку. На отходе попадал тоже моментами. Тоже хорошо проявил себя в защите. В контратаке. Посмотрим сейчас, что будет во втором раунде. Денис опять с рассечением. Действительно, как сказал Мираб, каждый его поединок проходит кроваво. Его это кровь или оппонента. Тем не менее, проливается кровь в любом случае. Когда Денис в октагоне, проливается кровь. Ну, угол он свой не слушает вообще. Да, ну, это Денис. Это Сол. Вообще. Да, у нас начинается второй раунд сейчас. Какие характерные татуировки у Дениса. На скачке левый боковой. Хорошо. Хорошо танцует Артак. Меняет траекторию, не давая атаковать. Хороший попер-кол. Вот сейчас Артак показывает тактическое преимущество полностью. Да, отличная работа. Отличная контратака от Артака. Очень грамотная. Хороший уклончик. Ты знаешь, он ниже ростом, чем Денис. И он уклончики делает. Если Денис не додавит его сейчас, то тренер, то... Я могу следующее сказать. Если Денис также будет нагибаться в его сторону, Артаку следует просто кинуть апперкот. Но он этого не делает пока. Денис. Но он его уже просчитывает. Да, да. Денис идет за рубу прям. Обратим внимание. Артак очень хорошо работает головой. Да, да. Да, правильно подсказывает. Денис как будто бы подсел, да, немножко? Да. Дышит, по крайней мере. Удар ниже пояса. К сожалению, очередной наш Мактагония. Смотри на то, что тут уже не кик, а бокс, но все равно, видишь. Это со-главный бой вечера, друзья. Напоминаю, у нас ждет бой вечера между Шатаевым, Муслимом и Макартычаном Артуром. Бой за титул чемпиона весовой категории 66 килограмм. Ну, ну. Ой-ой-ой, хороший апперкет. Вот о чем я и говорил, да. Очень хорошо встретил. Нужно, если Артак хочет выиграть этот бой, ему почаще нужно бить апперкоты. Ну, а Денис просто, просто напор, просто напор. Друзья, ну, вы сами все видите. В моменте я просто даже не знаю, как описать этот бой. Слушай, Денис очень хорошо разрывает, точнее не разрывает, а сокращает дистанцию. Пытается продавить его грубой силой. Да, Артак очень грамотно работает на отходе, да, встречает его. Но это Денис, это Денис. У него держалка на месте, поэтому... Даже не знаю, какой будет третий раунд. Денис, это Денис. 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 Третий раунд. Третий раунд. опять рвется в бой денис как будто открылась второе дыхание ребята болею за красивый бой хорошо достал его левую да так пока хорошо работает на отходах нырочки делает грамотные но денис просто не дает даже одуматься артаку бесконечно атакует просто это последний раунд оба должна ставить хорошая пирка хороший апперкот от артака вот именно про эти апперкоты я и говорил а вот эти апперкоты я и говорил они заходящие апперкоты заходящие макдаун отсчитываю сейчас денису я думаю что артак не отпустит его однозначно но я так тоже видно что подустал да конечно первый раунд дала себе знать первый раунд была такая заруба что устал 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 денис видно понял хороший джеб посмотри на денисак посмотри на дениса в этом ярком красочном и бескомпромиссном бою победу одержал боец из красного угла денис если есть какие то вопросы по по решению есть главный судья он может все сказать но я думаю тут вопросов никаких нет два один по раунда правильно понимаю денис слово тебе в первую очередь здравствуйте новороссийск тот город который часто приезжаю обраудерсо сейчас здесь вы все хорошие люди очень мне нравится хочу поблагодарить всех людей кто участвовал в моих поездках моих тренировках отдельно хотел бы выделить мою любимую женщину кристину ахмедову похлопайте я прошу она достойная имени своей женщины так по сопернику очень хороший парень я считаю что у нас ничья как минимум где-то просто посчитали 2 1 иногда он честно его не было это была физика но попадание было молодец так ну уважение чуть есть если нет спасибо тебе брат и достойный хороший пацан хочу поблагодарить твою семью твоих родителей спасибо это очень достойные люди слава богу слава богу да как говорил апостол павел вера надежда любовь но любовь из них больше любите будьте любимы счастья вам во всех во всех домах чтоб дети росли и радовали аминь спасибо артак слово тебе хочу в первую очередь поблагодарить своего соперника так как он гораздо старше меня 36 лет грубо говоря люди столько не живут там блять выходит выходит такие вещи вытворяет иногда дает фору как он это делал в предыдущих боях еще я хочу поблагодарить всех тех кто пришел поболеть за меня там мои старшие мои младшие это то ради кого я здесь нахожусь чтобы они всегда всегда брали пример с меня вот и все еще хочу поблагодарить свой клуб R1 своего тренера менеджера всех кто присутствовал в моей подготовке хочу выразить огромную благодарность вам и вам за то что предоставили возможность сидеть среди всех этих спортсменов и разделять ринг с такими людьми как Денис Соловьев вот есть все да и что еще могу добавить вот просто да благодарю всех всех кто смотрел вот и всех своих братьев армяне которые выступили сегодня выиграли ребята я я конечно я конечно да подвел точно мы договорились так чтобы в линию все кто выходили с армянским флагом стали победителями я единственный кто сегодня эту линию подвел но я уверяю вас в следующий раз я вернусь гораздо сильнее дайте шуму ребята это все для вас я вас всех люблю спасибо огромное за ваше гостеприимство спасибо тебе и вот оно время главного боя вечера боя двух непобежденных чемпионов весовой категории до 66 кг бой за пояс и титул неоспоримого чемпиона лиги добро пожаловать в красный угол Муслим Шатаев приветствую всех любителей смешанных единоборств меня зовут Анатолий Кузьменко я детский тренер по футболу и по совместительству менеджер бойцов с братьями Шатаевым мы познакомились в 2021 году в Анапе так и началась наша история с этого времени ребята выступают в различных организациях и уже громко заявили о себе шел по улице увидел как парень делает фейс ту фейс подошел просто с ним начали разговаривать я край мухом слышал за лигу ван стайл предложил ему подраться там отправили заявку нас приняли в организацию и так начался наш путь по муслиму что можно сказать молодой амбициозный парень который показывает яркие бои который всегда идет вперед и который всегда идет за победой муслима профрекорд 2-1 он дрался в таких организациях как ACA, Ян Иглс, OpenFC и сейчас есть переговоры с лигами которые находятся за границей то есть стоят большие планы вот я думаю мы их реализуем в ближайшее время Артур Микртычан очень хороший ударник три боя завершил досрочно поэтому муслим настраивается на него как на очень сильного соперника и я думаю это будет очень сильный конкурентоспособный бой это противостояние зародилось так что Артур Микртычан весовой категории 66 шел без поражений у них вообще схожая история с муслимом они оба зашли в лигу в возрасте 17 лет провели яркие бои и он повторял путь муслима то есть шел с таким же рекордом 3-0 также у муслима был рекорд 3-0 и соответственно нужно было делать такое противостояние я думаю этот бой закончится досрочно он не будет длиться все пять раундов я желаю всем бойцам кто выступает в лиге крепкого здоровья и самое главное без травм смотрите ван стайл подписывайтесь и следите за новостями скоро будет много интересного приветствую всех меня зовут Муслим Шатеев мне 18 лет я из Росмартана я с детства тренируюсь отец тренировал меня с детства тренируюсь в разных ригах на любительских и как-то так попал в ауэнстайл и здесь дошел до пояса я с детства занимался спортом в основном я занимаюсь спортом и разных ммэ по вольной борьбе ну выступаю в основном по боксу когда я приехал мне было 17 лет я как раз после сборов был очень в отличной форме поэтому подрался вырубил соперника мне нравится бокс ну бокс сложно попасть по профессионалам и уже перешел ммэ дерусь по ммэ уже ммэ тоже хороший вид спорта свою соперника я оцениваю ну он хороший боксер техничный хороший будет бой все я как всегда буду делать свое дело буду давить бить если придется буду технику включать на этот бой придут многие будут смотреть многие спасибо им всем за такую поддержку буду ждать добрый ночи по ммэ по по ммэ ммэ по ммэ Его соперник представляет город Аксай. Встречаем в синем углу Артур Макартычан. Меня зовут Баранов Артем. Мне 26 лет. Я занимаюсь боксом. Кандидат мастера спорта по боксу. Я закончил институт. Пришел в детскую юношескую спортивную школу ДСШ «Юность». И мне дали группу, в которой Артур уже на протяжении года занимался у другого тренера боксом. Но этот тренер уходил, увольнялся. И мне дали группу по боксу, где занимался Артурик. Мы начали с ним тренироваться. Он мне сразу понравился. Я еще и до этого его знал, так как я очень хорошо дружу с его братьями. Я как бы член их семьи, так сказать. И я начал его тренировать. Мы начали выезжать на соревнования. Он первое время постоянно проигрывал, проигрывал. Но что мне в нем нравилось, его напорство. Он никогда не переставал заниматься. Он постоянно тренировался. Хотя, я же говорю, первые бои он постоянно проигрывал. Он был маленьким, пухленьким. У него очень-очень-очень хороший такой напор. И вот он добился того, что он захотел, так сказать. Вообще, я не очень хотел, да, чтобы... Не то, что не очень хотел. Мы не рассчитывали на то, что Артур будет выступать в такой организации. Мы вообще приехали с теми целями. Первый раз сюда приехали с теми целями, чтобы я выступил. И получилось так, что на конференции мы сделали ему бой. Он выиграл. Ему это все очень понравилось. Он загорелся этим. Он загорелся. Он там начал просить, там, тренер, хочу еще, хочу еще. Роберт Робертович предложил нам второй бой. Мы начали готовиться к этим боям. И вот, ну, у него открылось вот это, я же говорю, новое. То есть ему бокс уже ушел там на второй план. Мы там готовились к соревнованиям по боксу. Он там думал о кулачке, да, так сказать. Он уже о соревнованиях по боксу. Они у него ушли на второй план. Он загорелся этим. Ему это все очень нравилось. О бое, да, что я думаю. Если Артур будет навязывать свое, будет делать, будет боксировать, то он однозначно выиграет, да. То есть если он не будет рубить, содраться, а именно покажет хороший бокс, то он технически, да, перебьет. Артурику я могу пожелать только удачи. Самое главное, что без травм. Я знаю, что все в его руках, все в его силах. Надеюсь, знаю даже, что поезд уедет в Аксай, так сказать. Сопернику могу пожелать без травм удачи. Всем приветствую. Меня зовут Макартычан Артур. Я из города Аксай, Ростовская область. Я занимался четыре года боксом у другого тренера. Мой тренер первый ушел на другую работу. Мне было 12 лет, как я пришел на бокс. Мне понравилось это. У меня занимались друзья боксом. И это замотивировало меня. И я пошел, записался на бокс. Я занимался всеми видами, но бокс, он меня притянул к себе. И этот вид спорта мне понравился очень. Мне удалось попасть в эту организацию в 17 лет с помощью моего тренера. Он здесь проводил первый бой. И я пришел поддержать его, посмотреть, просекундировать. И получилось так, что на конференции там был разговор о 66 килограммах. И я сказал, я готов ворваться в эту организацию и проявить себя. Ну и, конечно, Роберт Робертович дал эту возможность. Я вышел на первый бой. У меня был дебют, и я выиграл. И так у меня построилась моя карьера. Боксерские перчатки – это совсем другое. Они отличаются от ММАшных. Если ты в боксерских можешь принимать на блок, там, ну, а здесь надо постоянно в движении все делать. Нельзя опускать руки. Потому что если опустишь руки, пропустишь сильный удар. И я решил попасть в эту организацию на Овен Стайл Файтинг. О сопернике что я могу думать? Хороший, идет вперед, напорчивый. Ну, я такой же. Всегда иду вперед. И я думаю, у нас будет зрелище. В этом бою нельзя будет моргать. Ну, сопернику могу сказать, бой покажет. Я думаю, все пройдет очень хорошо. Будьте как играть. Будьте как играть. Бой за титул абсолютного чемпиона в весе до 66 килограмм. Лига Овен Стайл представляет бойца из красного угла. Он представляет славный город Урус-Мартан. Добро пожаловать в октагон Муслим Шатаев! Его соперник из синего угла весит также 66 килограмм. Он представляет славный город Аксай. Добро пожаловать! Артур Макартычан! Рефери в октагоне все тот же Карагезов Николай. Бойцы, внимательно слушаем команды правила. Не нарушаем, показываем красивый, честный бой по углам. Дайте шума спортсменам! Это бой за чемпионский титул! Очень интересный бой, друзья. Титульный бой за пояс нашей лиги. 66 килограмм между Муслимом Шатаевым и Макартычаном Артуром. Итак, первый раунд. Все, начинается уже бода. Бой пройдет 5 раундов. 5 раундов! На коленах был Муслим. Очень, очень, ой-ой-ой, хороший от Муслима заход. Сейчас сокращает дистанцию Муслим. Артур, наоборот, пытается на дистанции работать. Пока инициатива за Муслимом. Он держит центр октагона, контролирует каждый мув буквально своего соперника. Что скажешь, Асман? Нечего пока добавить. Видно, что очень хотят выиграть оба. Артур прям горит. Муслим тоже горит. Но хладнокровие выдерживают. Ну что это? В ближнем бою, видишь, у них кличи. Они прям... Рассечение у Артура. Да, рассечение у Артура. После серии хорошей, которую провел Муслим. Держим себя в руках, держим себя в руках, ребята. Дважды Артура били в затылок. Нет, они оба друг друга по затылку бьют, если быть откровенным. Я видел здесь, как Артур ударил, и Муслим ударил. Ребята, этого делать нельзя. Это очень опасно, чтобы вы понимали. Интересно, что... Эмоции эмоциями, но... Да, надо держать себя в руках. Мы же все-таки... Всем, и болельщикам тоже. Субтитры сделал DimaTorzok У нас противостояние такое, что, друзья, сейчас такое напряжение стоит у нас и в октагоне, и за октагоном. Это надо присутствовать, чтобы это чувствовать. Приходите на ивенты, вы многое пропускаете. В очередной раз мы призываемся... Первый раунд закончился. Второй раунд. Бешеная заруба. Заруба, заруба. Просто обмен ударами. Артур прям рычит. Да, прям жесткие обмены. Воздух очень много проходит. Оба сейчас ударили. Оба ударили по затылку друг к другу. Оба, оба. Оба, оба ударили. Оба. Мне кажется... Друзья, очень напряженный бой на самом деле. Комментировать очень сложно. Я думаю, что вы меня понимаете. Просто вы... Заруба идет в бой. Просто вы не видите, что происходит в арту. Никто не моргает, чтобы вы понимали. Вообще никто. Нельзя бить по затылку. Я обоим это сказал. Потому что видно, что... Да, не хотя. Я понимаю, что это не специально. Но эти удары проходят. Они опасны. Это нельзя делать. Обменялись оба. Попали по одному разу. Есть рассечение небольшое у Артура. Мне кажется, этот бой закончится в третьем раунде. Даже Коля разнервничался, друзья. Даже Коля разнервничался. Я не вижу, что происходит. Я не вижу, что происходит. Клинч, 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 клинч. Второй раунд заканчивается. Просто был клинч. Клинч. Друзья, я думаю, что вы, в принципе, видите, что происходит. Это просто сумасшедшее противостояние. Даже лучше нас вы, возможно, это видите. Я поднимаю руки. Я поднимаю руки. Мне нечего добавить. Ты же так красива. Это только второй раунд. Это только второй раунд. Я думаю, на третьем все закончится. Я так не думаю. Я думаю, что бой продлится. Опять же, посмотрим, насколько ты можешь чувствовать бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вообще не устали они я думаю что они вообще сейчас не чувствуют усталость у них принципиальная противостояние думаю сейчас они начнут прямо осторожничать да я думаю что не осторожничать а продолжать том же духе в два лагеря разделилась принципе весь ивент разделился на два лагеря противостояние и в октагоне и за его пределами друзья третий раунд обменялись любезностями спортивное поведение самое главное спортивное поведение заканчивается когда они сходятся оступился оступился видно было удара не было очень-очень грозные удары уходят в воздух ой-ой-ой хороший боковой скачки один такой удар не воздух может завершить все ждут обратите внимание когда будет соприкосновение это просто не заканчивается одним ударом это серии в основном весь весь ивент все зрители орут бойцам максимально слышно ой 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 очень надеемся что слышно нас но тут творится безумие очень сложно сейчас будет судьям потому что честно я хоть и не моргая смотрю этот поединок я не знаю очень много ударов уходят в воздух но тем не менее те которые попадают они попадают настолько быстро что очень трудно уследить за ними очень трудно приглашает на рубку муслим артура давай будем рубиться все нормально вот он левый боковой еще один от муслима не сдается артур каждый такой дар мог среди третий раунд забирает мне кажется муслим все таки потому что он очень грамотно сокращает дистанцию и в моменте когда он начинает отдавать уже инициативу он связывает руки вот я считаю что это своего рода тоже так телефон переверни телефон чтобы не видеть решение судей да но тем не менее друзья у нас третий раунд мой бля уверен что пройдет всю дистанцию потому что это принципиальное противостояние оба оба настроены на победу нету никакого лаки панча видно что они рубятся до талого просто одно дело когда как как допустим баранов бился он выжидал один удар чтобы просто поймать на него а здесь никто не выжидает удар они работают именно сериями причем они настолько чувствуют друг друга что просто кучу ударов уходит в воздух и так у нас четвертый раунд этого противостояния посмотрим что будет говорят муслиму чтобы он взял центр не поддаемся эмоциям ребята не поддаемся я думаю что да если дойдет до решений судей судьи тоже подерутся нет мне кажется что в любом случае будут аспарю смотри сколько ударов и они уклоняются чувствуют друг друга никакой усталости речи нет ой 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 хороший апперкоты левый боковой от муслима хорошая комбинация сейчас была прочитал муслим видно по глазам что он думает артур еще один апперкоты прямой муслим берет инициативу на себя если первые три раунда мы не могли увидеть кто больше перебивает сейчас четвертом и видим что муслим берет инициативу на себя друзья я очень стараюсь передать вам те эмоции которые мы здесь испытываем их передать просто почти невозможно сейчас муслим берет инициативу продолжает корпус пробивает и зрителей сидит только ленивый все стоят все просто посмотрите просто что творится сзади нас все на ногах буквальном смысле просто очень горячий бой ну что друзья пишите свои комментарии кто по-вашему выиграл этот бой несмотря на решение я думаю что это дойдет до решения судей почему-то я чувствую это но опять же никто не отменял экстра раунды никто не отменял и я не удивлюсь если они будут биться еще и экстра раунд а и четвертый раунд отошел к муслиму шатаеву это сто процентов мне интересно за первые три посмотрим что будет в пятом последняя двухминутка этого боя из основного времени феноменальная заруба да хороший на отходе хороший на отходе поймал муслим просто как он уворачивается что да да есть первый нокдаун есть первый нокдаун но не отчитывает не отчитывает коля говорит никакого нокдауна не было а у нас тупился корпус попадает почувствовал кровь муслим почувствовал кровь не оставляет он своего оппонента отдышаться удар пах удар пах итак идет завершение пятого раунда инициатива пока за муслимом вот это да вот это да вот это да друзья это просто что-то я не знаю как это комментировать я не знаю как это комментировать просто крикер а а а а а Браво! Будет ли это раунд? Будет ли это ряду? Браво! ГAR, АНТРС Пишите меня открыток Жosas Отиście В этом бою победу одержал и стал абсолютным чемпионом Лиги Овен Стайл весовой категории до 66 килограмм Мусын Шатанин! Парни, это был сумасшедший бой! Аплодисменты чемпиону! Мусын! Мусын, по горячим следам! Во-первых, хочется сказать, как ты серьезно окреп и возмужал с последнего крайнего боя здесь! Насколько ты был готов и как ты подготовился, как ты выглядишь и как отработал! Ты просто настоящий зверь! Поздравляем тебя, чемпион! Камеры твои, микрофон твой! Все, что хочется сказать, скажи прямо сейчас! Ассаламу алейкум, приветствую всех! Много моих знакомых приехали сюда поддержать меня! Хочу всем по всех благодарить! Спасибо всем, кто приехал! Вежды, даси, 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 мастера! Но, сегодня этот поезд я посвящаю своему старшему брату Руслану! У него сегодня день рождения! Руслан! И еще организаторам этого турнира! Спасибо! Поздравляем! Чемпион! Муслим Шатаев! В весовой категории до 66 килограмм! Да! Я хочу сказать слово чисто на уважении всем! Давайте, давайте сделаем! Там каких-либо боев сразу реванш! Давайте сделаем! Потому что, ну бой, согласитесь все, бой вот такой! Вот, вот так! Близко даже нету, близко даже нету! Он чистую забрал! Можно, можно, даже можно посмотреть бой! Все, все, оставьте, все, ничего страшного! Выиграл, выиграл! Я старший брат мусульман! Поезд сейчас у него! Вот, вот, вы с деньгами нормальными нам пишите! Вот, мусульман, вот те бабки! Вот, ты будешь сюда выйти? И не, я говорю, вы с Робертом договоритесь по деньгам! Я имею в виду, без боев там, чтобы оттуда еще один бой! Вот, без боев выйти! Вот, сразу сегодня напиши деньги! Если мы готовы! Вот, не готовы, мы всегда готовы! По деньгам Роберт скажет, давай! Тогда без проблем! Вот, теперь я дальше дам слово менеджеру! Еще раз всех приветствую, друзья! Я понимаю всех эмоции! Каждый из вас болел за представителей своей нации, достойно болели, искренне переживали! Это видно! Прогрузили этот бой, вошел в историю, как лучший бой Лиги Ван Стайл! И я считаю, что это нужно повторить, в любом случае! Вот, договоримся, я думаю, проблем нет никаких! Этот бой составил конкуренцию! Даже хардкор не стоит по сравнению с тем, что мы увидели! Ну, честно, это мое сугубо личное мнение! Я от себя хочу уважение выразить всем с Ростова, ребятам! Артем, тебе ты, красавчик, делаешь большую работу, работаешь с детьми, у тебя достойные ребята! И в дальнейшем, я уверен, вы далеко пойдете! Ну и Муслима Шатаева, нашего брата, поздравить тоже! Давайте похлопаем ему! Тут еще молодое поколение! Младший родной брат Муслима Сурусмартана приехал! Хайрула Шатаев говорит, когда дадите бой! Друзья, я знаю, что нас смотрят много предпринимателей, нас смотрят много меценантов, которые здесь находятся! Я думаю, что многие захотят поддержать этот бой, поддержать реваншом, помочь лиге и организовать достойный, классный, первоклассный реванш! Заинтересовать все стороны, и деньгами, и другое мотивание, да! Все выговорились, да! Артем высказался, Магомед высказался! Давайте Артурчику сказать, пожалуйста! Артур, дорогой, иди сюда! Во-первых, ты показал первоклассный бой! Честно скажу, после... Мы не думали, что настолько будет крутой, настолько будет такая рубка, что ты пойдешь вразмен, спровоцируешься немножко, хотя ты чуть-чуть, Артем тебе говорил, чуть-чуть там, может быть, где-то в моментах не слышал, но тем не менее, ты вышел, показал достойнейший бой! Ты действительно просто, можно сказать, уже легионер! Поэтому слово тебе, слово твоей команде! Все, что хочется, скажи прямо сейчас! Всех приветствую, всем БАЭФ ЗЭС! Ну, поздравляю первым делом, ничего страшного, поражение или победа, главное, духом не буду падать здесь! Это поражение как победа, брат! Ну, первый там раунд, может, проиграл второй раунд, четыре удара по затылку, от трех ударов поплыл! Потом головой ударил, ничего не говорю! Может, с моей стороны где-то тоже грязно было! Все видите, судьи, ничего страшного! Смотрим бой, пересмотрим! Нокдаун! Нокдаун был, я этому тоже рад, чуть-чуть не доработал, но ничего страшного, я вернусь сюда сильнее! И здесь, в следующий раз, я готов применять, еще раз вызвать его сюда же и на реванш! Следующий бой, думаю, договоримся, и я буду показывать сто раз здесь еще зрелищно! Я выслушал всех, в сторону Муслима, в сторону Артура! Идем в противовес всех других, там еще что-то! Незамедлительный реванш, договоримся по финансовой составляющей, переговорим с менеджерами, с тренерами, определимся, когда будем делать хороший большой турнир! Эти парни заслуживают реванша, на самом деле, и бонуса, однозначно! Вот такие финалы должны быть у нас! Сейчас могу официально заявить, это гордость нашей лиги, Муслим Артур! Вам спасибо большое, что вы показали зрелищный бой! Не обидим бонусами, это сто процентов! Отдохнете, договоримся, и решим! Сейчас давайте сделаем стирдаун! Договоримся, определимся, отдохнете, и решим! Еще один момент скажу, хочу сказать, конечно, спасибо моему тренеру! Сегодня я обрадовал! Моим братьям всем, которые здесь! Согласен! Дядь Леш, подвел, но ничего страшного! Кто приехал, поддержай! Всем спасибо! Парни отдохнут, они звери! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...